Деноцификация и демилитаризация Российской Федерации – такие основные цели Форума Свободных Народов России, который прошел в Праге. Российские оппозиционные активисты, а также политики и дипломаты из стран Европы, Азии и Северной Америки обсуждают возможное исчезновение Российской Федерации с карты мира и ее распад на отдельное государство. Участники форума выступают за переход от авторитарного имперского государства к добровольному договору свободных, независимых и демократических стран, которые смогут обеспечить достойный уровень жизни для собственных граждан, а также устойчивый мир в Евразии. Деколонизация России – полная и безвозвратная часть этого процесса. Из пресс-релиза Второго Форума Свободных Народов России. Дагестан, Ингрия, Карелия, Ичкерия и еще 15 суверенных образований – именно так организаторы мероприятия видят карту будущего территориально-административного устройства России. Только демонтировав империю и создав национальное государство, Россия может стать демократической. И только став демократическим государством, Россия может предложить своим бывшим колониям какие-то формы интеграции, федеративные или канализированные. Уверен, что многие народы добровольно примут такую интеграцию. Из генератора бесконечных войн, геноцидов и ненависти к себе, Россия может стать центром мирного, процветающего существования многих евразийских народов. Но для этого сначала российские либералы, демократы должны отказаться от сохранения Российской империи. Самостейники, так себя называют участники форума из Кубани, уверены – народы Российской Федерации должны получить право на политическое, экономическое и культурное самоопределение. Требование простое – это восстановление независимости Кубани, утраченной после короткого периода существования кубанской государственности и, соответственно, субъектности нашего родного края. Кубань должна перестать быть амбаром для последней колониальной империи Европы. Не важно, кто сидит на московском престоле. Ведь пока жива российская имперщина, не будет ни нормальной жизни для регионов и народов, ни спокойствия для соседей. Потенциальный распад страны-агрессора должен не только облегчить жизнь народам России, но и стать началом переформатирования тех стран, которые долгое время находились под пагубным влиянием РФ, а именно Казахстана, Узбекистана, Армении, Грузии и Азербайджана, считают участники форума. Смерть в тюрьме народов и свободу коренным народам. Бурятия от Ениссия до Амура. Деокупация Чеченской республики Ещерия. Азербайджан. Татары за Украину! Слава Украине! Слава Украине! Начало полномасштабной войны в Украине – это очередной шаг Кремля к развалу России, считает народный депутат Украины и спикер форума Олег Дунда. И каждые последующие ракетные удары, убийства украинцев и оккупация городов россиянами приближает мир к тому, чтобы видеть словосочетание «Российская Федерация» только в учебниках истории. Что изменило 24 февраля? Это стало катализатором ускорившего процесса ее распада. То есть, если раньше было 5-10 лет, то сейчас я бы оценил это в два года. В принципе, времени не так много. И вот этот форум, он в первую очередь заточен на то, чтобы провести дискуссию, как подготовиться к этому процессу. У нас с победой может быть только одна – возврат наших территорий и разделение Российской империи на отдельные национальные независимые государства. Форум свободных народов России в Праге стал уже вторым. Предыдущий прошел в Варшаве в начале мая. На следующую конференцию активисты, дипломаты и политики поедут в литовскую Клайпеду. Валерия Никипелова специально для информационного марафона Freedom телеканала UA.